Георгий поправил галстук, слегка ослабив его. Потом подмигнул своему отражению в зеркале. «Ну что, брат, вот ты уже почти муж». В это время кто-то постучал в дверь, и в комнату заглянула его мать, Марина Васильевна. «Ну что ты, сынок, готов?» «Да, мамуль, все в порядке. Волнуюсь только». «Ну, это понятно. Все волнуются. Тем более, что ты женишься в первый раз». «Надеюсь, и в последний», – улыбнулся Георгий. Марина Васильевна присела на стоящий рядом стул. «Жора, а ты в самом деле очень любишь Лену?» «Ну, конечно, мамуль». Георгий присел перед ней и взял ее руки в свои. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, у вас как-то все очень быстро закрутилось». «Ничего себе быстро, мам. Мы с Леной в одном классе учились. Разве это мало?» «Да, но это другое. А встречаетесь вы всего полгода. И сразу же надумали пожениться». «Мама, тебе не нравится Лена?» – осторожно спросил Георгий. «Нет», – смущенно проговорила Марина Васильевна. «Не в том дело. Просто, наверное, я тоже очень сильно волнуюсь». «Все будет хорошо, мама». Георгий крепко обнял ее. «Да, сынок, обязательно». Марина Васильевна вышла из комнаты и на секунду замерла, прислонившись спиной к двери. Она не обманула сына. К ленья своей будущей невестке она относилась и в самом деле неплохо. Но какой-то внутренний червячок сомнения никак не давал ей покоя. Марина глубоко вдохнула и медленно выдохнула. А потом сказала, ругая сама себя. «Так, все. Вот глупая какая. У сына свадьба, а ты что выдумала?» «Прекрати сейчас же. Что ты взялась в самом деле?» «Лена добрая, милая девочка и очень сильно любит твоего сына. Все у них будет хорошо». Успокоив себя таким образом, Марина Васильевна поспешила к гостям. К счастью, сейчас их было не слишком много. В ЗАГС с молодыми решили идти только самые близкие, а все остальные были приглашены уже в ресторан. И Марина занялась обычными хлопотами гостеприимной хозяйки. «Мариш, подойди сюда», – позвал ее муж Виктор. «Да, Витя, что такое?» «Я хочу поздравить тебя с таким знаменательным днем и подарить вот это». Он протянул ей на ладони коробочку, в которой блеснуло золотое кольцо. Марина ахнула. «Боже мой, Витя, оно же настоящая копия того, другого». «Да, я знаю. И снова хочу сказать тебе спасибо за то, что ты простила меня». Марина вздохнула и прижалась к мужу, спрятав лицо у него на плече. Ей вспомнились те тяжелые времена, когда их брак с Виктором дал трещину, а потом и совсем распался. Жора был еще совсем маленький, ему даже не исполнилось пяти лет, когда все произошло. Однажды Виктор, как всегда поздно вернувшийся с работы, подошел к жене, хмурясь и словно собираясь с духом. Ее изумило выражение его лица, и она первая прервала молчание. «Витя, что случилось? У тебя неприятности?» «Я ухожу». Тихо сказал он ей в ответ. «Прости, но я полюбил другую и не хочу больше обманывать тебя». «Витя, ты что такое говоришь?» – онемевшими губами произнесла Марина. И тут он рассердился. «Ты все слышала. У меня есть другая женщина. Я врал тебе все эти месяцы. Изменял и врал. Я вел себя низко, пытаясь разрываться между ней и тобой. Но теперь не буду так делать. Я выбираю ее. Лиля ждет от меня ребенка. Я не могу бросить его. Он ни в чем не виноват». Мир с огрушительным треском обрушился на Марину. «А наш с тобой, сын, в чем виноват?» – закричала она. «Значит, его ты предать можешь, да?» Скандал был невероятным. На пол летела посуда, разбиваясь в дребезги, а в лица Марины и Виктора взаимные оскорбления и обвинения. В пылу ссоры они не сразу увидели Жорика, который стоял в дверях и испуганно плакал, глядя на них. Виктор рванулся к ребенку, но Марина оттолкнула его. «Не смей трогать моего сына! Убирайся отсюда!» Жорик уже рыдал в голос, но его родители продолжали кричать друг на друга. Потом Виктор ушел, а Марина долго не могла успокоить вздрагивающего сына и с трудом уложила его спать. Она уже решила, что ни за что не допустит, чтобы предатель Виктор виделся с Жориком. И для мальчика все дни слились в один непрерывный кошмар. Он не понимал, почему папа и мама, которые когда-то так сильно любили друг друга, теперь при каждой встрече кричат и ругаются. А потом высказывают ему, маленькому мальчику, все, что думают. И мама все время плачет. Но вдруг все встало на свои места. Папа и мама снова стали жить вместе. И больше никогда не расставались. Где-то в самых дальних уголках памяти Георгия остались воспоминания о том, что произошло, но какой-то внутренний блок не позволял ему достать их. Да и ни к чему так было делать. Ведь в их семье снова все было хорошо. И в моей с Леной семье тоже все будет хорошо. Сказал себе Георгий и вышел из комнаты, где одевался к поджидающим его друзьям. Увидев обнимающихся отца и мать, он улыбнулся им. И они тоже ответили ему улыбками. В ЗАГСе царило понятное всем волнение. Необычную торжественную обстановку дополняли красивые люстры, сверкающие серебром. И живые цветы источали тонкий аромат и благоухание. Георгий держал Лену за руку, ни на шаг не отпуская ее от себя. Она улыбалась всем вокруг и с нетерпением ждала, когда же их пригласят в зал регистрации. И вот, наконец-то, это свершилось. Миловидная женщина в строгом костюме приступила к церемонии регистрации, прозвучали все нужные слова и поздравления, а потом она задала самый главный вопрос. «Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным? Готовы ли вы вместе пройти дорогу жизни и любить друг друга в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии? Прошу ответить вас, жених». Она замолчала и внимательно посмотрела на него. Вдруг в ее мягком теплом взгляде мелькнула тревога. «Помогите ему!» крикнула она, повернувшись к гостям. Никто ничего не понял. А в это время бледный, как полотно Георгий, замешкавшись на секунду, поднял руку и попытался ослабить узел галстука, но силы в пальцах уже не было. И он, не успев произнести заветное согласие, рухнул под ноги своей невесте. Лена страшно закричала. Марина и Виктор бросились к сыну. «Он не дышит! Не дышит!» рыдала Марина. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» Ее крик разнесся по всем залам. И уже через несколько секунд к Георгию подбежала чужая невеста. «Откройте окна!» кричала она. «И расступитесь! Нужен свежий воздух! Вызывайте скорую! Кто-нибудь вызвал скорую?» «Да пропустите же меня! Я врач!» Она решительно сбросила с себя фату, которая ей мешала, потом рванула рубашку на груди Георгия и тут же приступила к реанимационным действиям. Вся эта суматоха продолжалась недолго, и медики на место происшествия прибыли очень быстро. Доктора переложили Георгия на носилки и немедленно отправили в больницу, не забыв поблагодарить девушку-врача. Марина уехала вместе с сыном, а Виктор подошел к незнакомке, которая спасла его сына. «Я не знаю, как вас благодарить, если бы не вы, произошло бы самое страшное. Это просто счастье, что вы оказались рядом, еще и в такой день. Ну, у врачей все дни одинаковые. Если нужно кого-то спасать, приходится забывать обо всем на свете. Как вас зовут?» спросил Виктор. «Валерия, можно просто Лера?» «Да вы не волнуйтесь, с вашим сыном все будет хорошо». «Лера, вы будете отмечать вашу свадьбу в ресторане?» «Нет», – улыбнулась девушка и взяла за руку стоявшего рядом с ней парня. «Мы накрыли столы дома. Мы с Колей пока еще студенты, только летом заканчиваем вузы. Он строительный, я медицинский, и потом решили не тратиться. А почему вы спрашиваете?» «У нас оплачен ресторан. Воспользуйтесь нашим приглашением. Пусть это будет наш подарок вам на свадьбу». «А как же вы?» спросил Николай и тут же спохватился. «Ах, да, простите». Валерия покачала головой и хотела что-то сказать, но в это время из-за спины Виктора появилась Лена. Ее лицо было покрыто красными пятнами и вообще она была очень разгневана. «С какой стати вы отдаете им наш банкетный зал?» закричала она. «Лена», – повернулся к ней Виктор, «ты, наверное, не понимаешь. Сегодня придется все отложить. Мы обязательно сыграем свадьбу, как только Жоре станет лучше. Я сейчас провожу гостей, всем все объясню и поеду туда, к нему. Если хочешь, давай поедем вместе». Лена злобно рассмеялась. «И не подумаю. Я сейчас со своими гостями поеду туда, где нас ждут накрытые столы. Мои родители тоже вкладывали в это свои деньги, и вы не имеете права вот так раскидываться ими». «Лена», – нахмурился Виктор, «что ты тут устраиваешь?» «Я верну деньги твоим родителям прямо сейчас, но прошу тебя, возьми себя в руки. Зал сегодня нам уже не понадобится, а людям мы сделаем приятное, отблагодарим их так, за то, что они спасли нам Георгия». «Я хочу праздника», – расплакалась Лена. «Я готовилась, ждала. Это мой праздник. Я поеду в ресторан и буду там отрываться по полной. Я хочу танцевать». Виктор беспомощно огляделся, разыскивая глазами ее родителей. Анатолий и Надежда уже сами подходили к ним. Надежда обняла плачущую дочь. Николай кивнул Валерии, потом посмотрел на Виктора. «Спасибо вам за ваши предложения, но мы не можем им воспользоваться. Мы лучше сделаем, как и планировали, дома, по старинке, по-простому. Пусть ваш сын побыстрее выздоравливает». Они ушли, а Виктор чувствовал, что готов провалиться от стыда под землю. «Толик, Надя», – обратился он к родителям Лены. «Вы же все понимаете». «Леночка права», – вспыхнула Надежда. «Мы пригласили больше сорока родственников и друзей со своей стороны. Мне их надо накормить. Куда я их поведу? Домой?» «Извини, Витя, но в том, что случилось, мы не виноваты. И вообще это ваши проблемы. Я все объясню своим гостям, и мы поедем в ресторан. Тем более все уже оплачено. А вы как хотите». Анатолий стоял рядом и кивал, поддакивая жене. Виктор больше ничего не сказал им. Он просто развернулся и ушел, оставив несостоявшуюся родню в слезах и гневе. Гости со стороны жениха, узнав о случившемся, стали поддерживать Виктора. Все говорили, что он может рассчитывать на их помощь. Виктор им был благодарен за это, а вот понять Лену и ее родителей не мог. Ведь то, что произошло, могло случиться с кем угодно, в том числе с их дочерью. Разве кто-нибудь застрахован от несчастного случая? И в этом не было никакой вины самого Георгия. Решив вопрос с гостями, Виктор поспешил в больницу. Марина, увидев мужа, бросилась к нему навстречу. Она рыдала и ломала руки. «Витя, идет операция. Я очень боюсь за нашего сына». Виктор обнял жену и крепко прижал ее к себе. Точно так же он обнимал ее тогда, когда среди ночи примчался к ней и сыну по ее звонку. В то время он жил с другой женщиной, с Лилией, которая однажды вечером вскружила ему голову. Они познакомились в ночном клубе, где Виктор какое-то время подрабатывал охранником. Свободная, раскрепощенная красавица быстро проникла в его сердце и мысли. В первый же вечер их знакомства они стали близки, и та чувственность, которую она ему подарила, свела его с ума. Он забыл обо всем и обо всех. Не вспоминал ни жену, ни маленького сына. Перед ним была только она, желанная и такая близкая. Она позволяла ему все, и Виктор считал себя самым счастливым мужчиной на свете. По крайней мере, в те минуты, когда находился с ней рядом. А потом, возвращаясь домой, сгорал от стыда, глядя Жене в глаза. Он не мог сказать, что не любил их. И это в самом деле не было бы правдой. Но Лиля... С этой страстью он просто не в состоянии был бороться. И порвать с ней тоже не мог. Тем более, когда она призналась ему в том, что ждет ребенка. «Лиля!» Ахнул он. «Да, я знаю». Вскинула она на него пронзительные зеленые глаза. «Я не хотела и не знала, что так получится». «Витя, милый, не бросай меня. Я не смогу одна воспитывать ребенка. Я не сумею. У меня ничего не получится». «Лиля, но у меня семья, ты же знаешь». Проговорил Виктор. «А я кто для тебя?» Воскликнула она. Если бы она устроила скандал, истерику, оскорбляла бы и обвиняла его, может быть, он и принял бы другое решение. Но в ее глазах было столько тоски, столько горя, что он не выдержал. «Лиля, я не оставлю тебя». «Витя, если у меня не будет тебя, не будет и ребенка». Тихо сказала она, таким обреченным тоном, что он понял, его место здесь, рядом с ней. Марина сильная, она выдержит. А Лиля, она ранимая, как лепесток цветка. То, что произошло дальше, стало для всех настоящим кошмаром. Марина устроила самый настоящий скандал, и после того, как он ушел из дома, она не позволяла ему видеться с сыном. Виктор видел, как страдает маленький Жорик, понимал, сколько боли причинил жене и ему, ни в чем не повинному малышу. Но ситуация уже катилась под откос, и он ничего не мог изменить. Прошло два месяца. Виктор снимал для себя и Лили уютную квартиру в центре города, и Лиля была этим очень довольна, по крайней мере, так ему казалось. «Ты встала на учет по беременности?» спросил он ее однажды. «Почему тебя это волнует?» пожала плечами Лиля. «Скоро можно будет делать УЗИ», пояснил Виктор. «Я хочу знать, кто у нас родится». «А я хочу знать, когда ты разведешься с женой», спросила Лиля, впервые показав ему свое недовольство. «Ты же знаешь, мы подали заявление, но у нас сын, а если есть дети, так быстро не разводят». Лиля сделала недовольную гримасу. «Ладно, пойдем спать», вздохнула она. «Знаешь, по тебе совсем не видно, что ты ждешь ребенка», улыбнулся Виктор, разглядывая ее идеальную фигуру и плоский живот. Она нисколько не смутилась. «Просто у меня очень крепкий пресс, я столько времени проводила в спортивном зале, а беременность первая, так бывает. Иди ко мне». Позвал он ее, и она, как всегда, охотно откликнулась. Настойчивый звонок телефона заставил Виктора оторваться от Лили. Она была недовольна, но он ответил на вызов. И тут же услышал рыдание Марины. «Витя, нас с Жориком везут в больницу, он без сознания, у него уже несколько раз были такие приступы». В одну секунду Виктор сорвался с места и вскоре был в больнице рядом с женой. Несколько дней они находились рядом с сыном, а врачи проводили всевозможные обследования и разводили руками. Никто не мог понять, что произошло с мальчиком. Не сразу выяснилось, что это развод отца и матери дал сбой в здоровье Жорика. Марина и Виктор, услышав об этом, растерянно смотрели друг на друга. «Ваш сын слишком маленький для такого стресса. Новые приступы может спровоцировать все, что угодно. Мы подлечили его, но теперь именно от вас зависит его здоровье и, возможно, продолжительность жизни». «Ему нельзя волноваться, я имею в виду сильные волнения, которые могут вызвать осложнения. Все-таки это мозг. Как реакция на стресс может возникнуть опухоль, поэтому вы должны позволить вашему сыну окрепнуть. Вы понимаете, о чем я говорю?» Беспомощно посмотрела на него Марина. «Ты понимаешь, это мы во всем виноваты. И ты, и я. Но теперь все будет по-другому. Ты можешь всегда приходить к нам, в любое время, когда захочешь». Виктор закрыл лицо руками. «Прости меня за все. Я запутался, и во всем виноват только я. Я не смогу жить там, зная, что нужен моему сыну здесь. Ну и Лиля тоже ждет ребенка. Господи, что я наделал?» «Не ждет твоя Лиля никакого ребенка», тихо сказала ему Марина. «Ты же знаешь, что моя Вера работает в гинекологии». Так вот, к ней обращалась Лиля с просьбой дать справку о выкидыше. Хотела заплатить много денег. Но Вера узнала ее и, конечно, отказала. А потом позвонила мне. «Откуда Вера знает Лилю?» – одервеневшими губами произнес Виктор. «Витя, у нас такой маленький городок». Грустно улыбнулась Марина. Виктор вернулся домой. Он хотел поговорить с Лилей, узнать, зачем она обманула его. Но когда вошел в квартиру, услышал незнакомый мужской голос. Виктор шагнул к спальне и распахнул дверь. В его с Лилей постели молодой смазливый парень, прикрытый одной простыней. Увидев Виктора, он резко приподнялся, испуганно глядя на него. А в это время из ванной комнаты вышла Лиля, оборачиваясь пушистым полотенцем. «Витя», – растерянно проговорила она. «Ну что ж», – усмехнулся он. «Наверное, так даже лучше». «А что ты хотел?» – взвизгнула девушка. «Что я буду терпеть и ждать, пока ты там возишься со своим щенком?» Виктор поднял руку, и Лиля зажмурилась. Но он сдержался. «Я дурак, променял его на тебя», – сказал он. «И Марину тоже, а ты не стоишь даже их мизинца». Он быстро собрал свои вещи и ушел. Еще несколько дней он провел рядом с женой и сыном в больнице, а потом, когда Жорика выписали, Марина взяла Виктора за руку. «Пойдем домой, Витя». Из его глаз брызнули слезы, и он крепко прижал к себе жену. И сейчас он точно так же обнимал ее. Из операционной вышел хирург. «Вы родители Георгия?» «Не совсем скоро мы выпишем вашего жениха, и он будет жить долго и счастливо. А где его невеста?» «В ресторане», грустно усмехнулся Виктор. Она так хотела танцевать. Прошло пять лет. Георгий женился на Даше, медсестре из больницы, которая когда-то ухаживала за ним. Теперь они уже воспитывали маленького сына Витюшу. А Лена все никак не могла найти жениха и во всем винила своих родителей. «Это вы не поддержали меня. Зачем сказали, чтобы я бросила Жору? Теперь он по заграницам с женой катается, а я тут», рыдала она от злости. «Ненавижу вас за это. Ненавижу и все».